Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Окрашивание волос – это не только возможность изменить их цвет. С помощью красителей можно также визуально добавить объем прически и даже скорректировать некоторые нюансы внешности. Именно поэтому работа колориста, особенно с современными технологиями окрашивания, это всегда сложный и трудоемкий процесс. В последние годы парикмахеры-колористы уделяют много внимания техникам окрашивания, которые обеспечивают естественный вид, плавные переходы цвета, а также глубину и объем в различных видах укладки. Добиться всех этих эффектов позволяет уникальная технология AirTouch. Несмотря на то, что на сегодняшний день очень много техник окрашивания, AirTouch позволяет достичь очень мягких переходов и независимо от каких оттенков. На сегодняшний момент никто из иностранных, американских, европейских колористов не может повторить эту технику. Прикосновение воздуха. Так буквально переводится название этой техники. Перед нанесением красителя волосы разделяют на пряди, а затем обдувают феном для того, чтобы получить максимально тонкий цветовой градиент. С помощью выдува, грамотного выдува и грамотного расположения пряди, то там очень мягкая растяжка идет. Технологию AirTouch разработал российский колорист Владимир Сарбышев. Весной прошлого года он впервые презентовал ее в Барселоне. Техника окрашивания получила мировое признание и была названа прорывом года. Сразу чувствуется, что эту технику придумал мужчина, потому что очень много черчения, очень много графики, очень много таких моментов, которые требуют строгости и четких линий. Эта техника окрашивания подходит абсолютно всем. Всем, кто захочет добавить рельефа своему цвету, добиться мягкости, бликов. Подбирается по форме стрижки, по типу лооз. То есть есть трапеции, квадрат, треугольники, подковы. Все индивидуально и смотря, какой эффект мы хотим получить. AirTouch вообще изначально создавался как корректирующая методика. Потом уже запатентовали как AirTouch Original. Он уже стал как техника именно рассветления окрашивания. Мягкие переливы цвета на волосах можно создавать как в натуральной цветовой гамме, так и применяя актуальные уже не один сезон яркие оттенки. Получается просто целостное окрашивание. Фиалковые оттенки, ультрафиолет, розовый, бордо, винные оттенки. Раньше это смотрелось отдельными прядями, то сейчас это в целом смотрится все грамотно и целостный образ. И естественно нет эффекта парика. То есть с помощью AirTouch можно сделать действительно очень объемное и красивое окрашивание. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Современная элегантность – это разумное сочетание тенденций, индивидуальности и комфорта. Как это работает на практике, иллюстрирует сегодня имиджмейкер-стилист Марина Синдюкова. Модели стильного эксперимента – успешные и активные женщины. Одежда от дизайнеров Елены Миро из эксклюзивных тканей высокого качества. В первую очередь предложенные концепции отвечают пуховики и трикотаж в правильной подаче и сочетаниях. Уже не первый сезон дизайнеры предлагают цветочный принт носить именно в осенне-зимний период. И не стоит этого бояться, потому что цветы всегда про женственность. Особенно в коллекции Елена Миро «Осень-зима» мы видим, что цветы представлены именно в традиционном варианте, а не розовые. Плюс зеленый мягкий такой оттенок хаки. Особо мне хотелось бы отметить жаккардовые брюки. Не каждая модница отважится такие приобрести, но зато если они появятся в вашем гардеробе, это будет безусловный must-have, это будет всегда выигрышно. Причем их можно вписать как в более спортивный гардероб, в особый спортивном стиле одевать, так и с высоким каблуком. Они очень удобны. Они очень удобны тем, что они комфортны в носке, они очень хорошо сидят. То есть в этой марке мне ничего не приходится подгонять. В этой марке все сидит идеально. Более того, она рассчитана на женщин, ну не самых хрупких, может быть, и они не требуют ремней и прочих добавок. Когда речь заходит о сдержанном крое и цветах в одежде, важно качество материалов и идеальная посадка. И, конечно, все это про комфорт и изысканность. Традиционно хроматическая группа цветов используется в элбонистическом стиле, то бишь городском. Соответственно, в рамках города, в рамках ежедневных, и, побоюсь этого слова, серых будней, это смотрится все очень актуально. Потому что серый цвет, он по природе своей успокаивает нервную систему, способствует концентрации внимания. То есть если нужно целый день посвятить какому-то делу, и чтобы к вечеру не потерять самообладание, лучше использовать серую гамму оттенков. Черный, допустим, позволяет создать небольшую дистанцию между человеком и группой людей. Если нужно защитить себя, если очень много контактов в течение дня, почему бы и нет, почему бы не использовать этот прием? Чтобы черно-серо-белая гамма не смотрелась грустно и уныло, стоит использовать такой прием, как разница фактур. Пусть тогда фактуры будут контрастными. Например, кожаные брюки плюс кашемировый джемпер. Например, кружево плюс бархат, пайетки плюс шерсть. Очень много одежды у меня черной есть в гардеробе. Но Елена Миро, она же черный, черный черному розе. Можно одеть черное, и такое будет оно все тусклое, какое-то блеклое. А черное, вот у Елены Миро, оно выглядит так, с лоском, традиционно, в итальянском стиле. Такое оно торжественное и в то же время очень такое элегантное. Находить красоту во всем и ее подчеркивать в этом вопросе особенно преуспели итальянцы. Даже практичные зимние вещи работают в направлении стиля и актуальности, необходимость в которой есть у наших героинь в любой ситуации и при любой погоде. День одной цены в Тессуре. Приятные цены на часть коллекции тканей. Салон тканей Тессура на Тимире Азила 26. Новогодняя распродажа. Скидки до 50%. Бутик Елена Миро. Проспект Ленина, 65. Студия красоты Гуфа поздравляет всех с Новым Годом. Январь. Время позаботиться о себе. В студии Гуфа специальные цены на профессиональные программы ухода за волосами от марки Редкин. Студия Гуфа. Работаем для вас. Достойно и доступно. Это Бьюси Тайм. Программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Совершеннолетие дружбы – прекрасный повод поделиться накопленными знаниями с другими. Именно по этому поводу состоялся мастер-класс «Мода. Постоянные и переменные». К постоянным категории моды относятся свойства одежды отражать род занятий и социальный статус человека. Переменные, в свою очередь, отражают дух времени, экономический и культурный фон эпохи. Опыта – море. Это и показы, и съемки, и поездки, и открытия магазина, и съемки, и всевозможные телепередачи, реалити-шоу. То есть есть опыт, есть багаж, и этим нужно делиться. Это своего рода такая профессиональная психотерапия, мы ее назвали. Поделимся опытом, поделимся практическими рекомендациями. И я думаю, что самые модные тренды, мы их обязательно озвучим. И те постоянные, которые всегда существуют в моде, которые нужно знать, и на которые нужна опираться. Потому что на них на все уже постепенно нанизываются все новые видения. Те, кто живет модой, и те, кто просто интересуется ей. Этот мастер-класс собрал истинных ценителей красоты и стиля. Я большой друг Александры Слеско и Натальи Андреяновой. Мы идем с ними по жизни вместе, создаем вместе настроение нашего города. Могу так сказать, глобально, если да. Мы очень любим моду. Мы всегда в каком-то движении, в интересных проектах. И сегодня это такой дебют у девчонок, такой познавательный проект, новое что-то. Я считаю, что нашему городу крайне необходимы и не хватает интеллектуальных событий. Особенно связанных с красотой, с миром моды. Ведь творить, создавать красоту, это очень интересно, здорово. Посоветовала моя дочь. Она сказала, что будет очень интересно, увлекательно, но сама, к сожалению, не смогла пойти. Ну, хочется, да, какого-то внутреннего вдохновения для того, чтобы и формировать гардероб свой, и деловой, и спортивный. И в том числе узнать новинки, которые придут, и поговорить о том, что такое костюм исторический, да, как он преобразовывался. Узнать о том, что будет новое у нас в весенних трендах. Тем одеяло, которые они подготовили, мне вот интересно саму суть ухватить. То есть, что бы хотели и чем поделиться наши две прекрасные девушки. Контрасты и нюансы современной моды, линии, цвета и фактуры, коммерческие тенденции и способы выражения индивидуальности. На этой встрече мода отражалась во всех ее проявлениях. Это только на первый взгляд в январе месяце в городе проходит мало красивых событий. А между тем, те, кто уже отдохнул от бесконечных новогодних вечеринок, собираются вместе, чтобы интересно и с пользой проводить свое свободное время. На выставке в Музее изобразительных искусств побывала и наша съемочная группа. Пабло Пикассо. Художник, дизайнер, скульптор, график-керамист. Один из основателей кубизма. В Челябинском музее изобразительных искусств предложили цикл из нескольких лекций. И первую встречу посвятили кубизму. Мы назвали это тематической экскурсией. Как раз таки про одну из многочисленных тем из искусства 20 века. Про направление, которое называется кубизм. Кубизм, он, конечно же, кажется непонятным. И наша цель на примере вот такой прекрасной нашей выставки разобраться в этих разных направлениях искусств 20 века. Мне было бы очень интересно, взглянув на подлинники, послушать нынешнюю интерпретацию, потому что в течение всего времени происходит новое открытие, пишутся новые статьи, что-то новое все равно привносит. Пабло Пикассо постоянно экспериментировал со стилями, формами, материалами. Созданные им в определенные периоды картины кажутся работами нескольких художников, живущих в разное время. Для меня стало новым то, что у него так и творчество разделено очень ярко на периоды. И вот информацию об этих периодах, не погружаясь, конечно, сложно было узнать. Здесь представлены работы разных периодов. А самого раннего – это литографии с работ 1899 года, конца 19 века. Это также работы голубого периода начала 20 века. Кубизм первое десятилетие 20 века. И вот, например, даже серия эскизов к живописному полотну Герника. Работа 1937 года. Ну и 50-х годов тоже здесь графика также представлена. Вы знаете, что интересно? Во-первых, я совсем забыла про Гернику. И сейчас у меня мурашки по коже, я все это смотрю на самом деле. Стыдно, потому что помнишь, как-то «Девочка на шаре» самые такие популярные картины. Герника мороз по коже на самом деле. Что пережил человек, видно, как он все это отразил. Невероятно. Цикл Герника, хоть и не относится к кубизму, но заслуживает отдельного разговора. И он обязательно состоится. Здесь же, в Музее изобразительных искусств. В рамках цикла Пабло Пикассо «Параграфы». Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей от европейских дизайнеров для обновления сезонного гардероба. Сегодня в центре нашего внимания шесть моделей платьев лаконичного силуэта. Начнем с классики на все времена. Маленькое черное платье на этот раз обыграно в спортивном стиле. Впрочем, подавать его можно и в элегантном ключе, например, с классической обувью. Также можно носить как тунику с ленинцами. Эта же идея, но с долей экстравагантности, представлена в красном бархате. Модель вписывается в рамки стиля спортшик. Принтованные платья часто ассоциируются с весенне-летним гардеробом. Но поскольку в современной моде стираются границы сезонности, цветы можно себе позволить и в самый разгар зимы. А эта модель с принтом в духе знаменитого Эмилио Пуччи также будет актуальна в любое время года. И две идеи с использованием купонного принта. В этой модели платья с кожаной отделкой графический рисунок с оптическим эффектом сочетается с восточным узором пейсли. И еще один купон, представляющий собой два варианта одного принта в различных пропорциях. В качестве акцентов ремешки, весьма реалистичные, но все же изображенные на полотне. Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто выкстригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любила? Неужели она ей не подошла? Проект команды Beauty Time. Мода как бизнес. Смотрите на 31 канале. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Студия красоты Гуфа поздравляет всех с Новым годом! Январь. Время позаботиться о себе. В студии Гуфа специальные цены на профессиональные программы ухода за волосами от марки «Редкин». Студия Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все сюжеты «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru, а также на наших страницах в соцсетях. На этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.